Дмитрий Нечаев И вот пара цифр для понимания сути. Расходы на жизнеобеспечение столицы Верхневолжья составили 9,7 миллиардов рублей, а доходы 10 миллиардов рублей. И 321 миллион – это запланированный дефицит бюджета. В основном деньги расходовались по 13 муниципальным программам в сфере образования, социальной отрасли, жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве, ну а также пошли на инфраструктуру. Что же касается изменений в бюджете 2020 года и на плановый период 2021-2022 годов, то на основании постановления правительства региона о распределении межбюджетных субсидий в текущем году Тверь получат 123 миллиона рублей, которые поступят в расходную часть бюджета. В основном эти деньги пойдут на социальную сферу и особенно существенная сумма пойдет на дороги, что не может не радовать. Благодаря этому финансовому вливанию даже появятся новые объекты в программе дорожного хозяйства. Но судите сами, городской бюджет получит более 100 миллионов рублей на ремонт уличной дорожной сети. Это тротуаров, установку барьерных ограждений и комплексов видеофиксации. Так что теперь ждем эффекта от этой субсидии. Уже давно, кстати, ждем. Ибо если с магистральными дорогами в Твери, как мы заметили, ситуация объективно стала существенно лучше, то вот с второстепенными направлениями, в общем, многие из этих дорог по-прежнему остаются действительно лишь направлениями. Судите сами, у нас в областном центре по-прежнему более 130 километров грунтовых дорог. И с этим давно пора что-то делать. Ну и теперь, пожалуй, о главной на сегодняшний день теме. После летнего затишья цифры по заболеваемости COVID-19 снова поползли вверх. Многие уже заговорили о второй волне пандемии. Действительно, она уже захлестнула многие страны, а теперь дошла и до России. Видимо, отказ от официальных запретов и самоограничений россиян негативно сказался на положении дел. Некоторые чиновники и медики обвиняют граждан в беспечности. Вот, например, по мнению Алексея Репика, это владелец одного из фармацевтических гигантов Российской Федерации, пик второй волны придется на рубеж ноября-декабря текущего года. А к январю следующего года число инфицированных жителей России приблизится к 2 миллионам. Так он считает. Может быть и так, конечно. Но ведь уже сейчас количество заболевших за день составляет от 10 до 15 тысяч. Да и сотрудники Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предупреждают, что нужно ждать роста заболеваемости. Правда, вот, например, Александр Горелов, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, заявляет о нарастании все же первой волны. По его словам, повторного подъема заболеваемости не существует. Это продолжение все той же волны распространения инфекции, считает он. Хотя кому от этого легче? Первая, вторая волна. Цифры заболевших явно растут и у нас, и по всему миру. Он и до президента США вирус добрался. Теперь о ситуации в нашем регионе. По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, у нас за минувшие сутки подтверждено аж 64 новых случая заболевания ковидом. 19 человек выписаны и четверо, к сожалению, умерли. Всего на настоящее время в регионе подтверждено без малого 6,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выписано за период эпидемии более 4,5 тысяч человек. И 251 больной, увы, скончался. Ну и теперь главный наш вопрос, что с этим делать? И вот ответ на него подсказала вице-премьер России Татьяна Голикова, которая призвала граждан соблюдать меры эпидемиологической безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19. Иначе придется вернуться к режиму самоизоляции, считает она. Вот цитата Татьяны Алексеевны. «У нас с вами нет выбора. Либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», говорит она. «Поэтому обращаемся к уважаемым гражданам, чтобы все меры безопасности были соблюдены», сказала госпожа Голикова. И вот словно вторя ей главный санитарный врач Анна Попова заявила, что заболеваемость будет расти, пока жители России не начнут соблюдать элементарные правила профилактики. Попова рассказала, что новый респираторный вирус приобрел сезонный характер, ковид сейчас более изучен, и врачи легче справляются со осложнениями. Тем не менее, нельзя отказываться от выполнения предписаний Роспотребнадзора. Им, кстати, разработан комплекс рекомендаций, помогающий не заразиться. Ну, правила не хитрые, я вам даже сейчас их процитирую. Это тщательно и с мылом мыть руки, дезинфицировать все поверхности, с которыми возможно соприкосновение. Вирус, кстати, на них живет примерно 48 часов. Не дотрагиваться до леса, не тереть глаза, держать дистанцию 1,5-2 метра с другими людьми, защищать органы дыхания, избегать рукопожатия. Кроме того, медики советуют правильно питаться, спать достаточное количество времени, дышать свежим воздухом, но не в толпе, и не посещать общественные места, а также оставаться дома в случае, если вы уже почувствовали, не дай бог, недомогание. Ну и вот напоследок хочется сказать о чем-то хорошем, жизнеутверждающем. Ну, вот, наверное, разве что в российском медицинском сообществе звучат и обнадеживающие прогнозы. В частности, предсказывается в октябре и выход на плато, после чего должно начаться неуклонное снижение заболеваемости. Впрочем, как и в большинстве случаев, все зависит от нас с вами самих. Так что хороших вам выходных, не болейте сами и не заражайте окружающих. А на нашем телеканале продолжает действовать горячая линия. Если у вас какие-то возникли вопросы, если вам нужна поддержка, звоните по телефону 341 341 и оставляйте ваши сообщения. До встречи на следующей неделе.